Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, и вот по поводу предыдущего видео, когда там молния попала по площади перед храмом Сатаны в Подмосковье, я как бы обратил внимание просто на то, что, как говорится, Бог ударил молнией по тому объекту, который ему кажется храмом Сатаны. По-другому тут невозможно это дело объяснить. Но тут есть еще как бы один очень такой важный нюанс, и я почему-то сразу о нем не подумал и подоплек, а здесь может быть не только та, что для Бога богопротивным оказалось место, где сатанисты молятся на... сатанисты милитаристы русские, молятся на фуражку и китель Гитлера, включая, я же говорю, Путина, Гундяя, Шойгу, ну и всю вот эту фашистскую комаривию, да? Есть еще один крайне важный нюанс, на который я, увы и ах, сразу не обратил внимания. Оказывается, сатанисты РПЦ сегодня празднуют крещение Киевской Руси, к которому они вообще не имеют никакого отношения. Они пользуются Григорианским календарем, в то время как весь цивилизованный мир пользуются, все, ну, более-менее нормальные церкви пользуются Новоюлианским календарем. И разница там в две недели на сегодняшний день практически. Поэтому мы, как европейцы, праздновали относящиеся к нам. Мы в Киеве, мы, не вы, мы жители Киева, мы здесь родились. Это наш город, это украинский город. А Украина это Русь. Не путать с Россией. Россия это Орда. Это разные вещи. И тоже, и только не Орда, даже от Рыжка Орды. Да, так вот, мы-то это праздновали, помните, 15 июля был день крещения Руси. Я тоже ролик записывал. А, значит, сатанисты путинские празднуют празднуют сегодня. И вот получается, что Бог просто показал им, кто они есть. Мало того, что они значит, посмели пойти против Бога и поставить, построить черный храм сатаны, пустить туда сатанистов Путина, Гундяева и Шойгу, ну и все, все, этот генералов этих, у которых руки по локоть в крови и молиться там на фуражку и китель Гитлера, военного преступника, такого же, как они, точно. Ну, духовно, так сказать, духовно с ними одинакового. Но они еще воруют, а воруют чужую историю. А в Библии одна из самых, я небольшой специалист, но одна из самых главных десяти заповедей это не укради. Не укради. А сатанисты путинские пытаются Украину украсть столицу, например. У них же нет столицы. Москва это не столица. Москва это эрзац. Это, как вам сказать, Москва такая же столица Руси, как и, как вам сказать, как и вот сахарин это сахар. Он тоже сладкий, но он не сахар. Да? Вот. Я уже тысячу раз объяснял, что Москва построена ордынцами, основана ордынцами в 1272-1273 годах. Только не надо мне про князя Юрия Долгорукова. Это для детей в детском садике. Расскажите. Вот. Значит, 1272-1273 годы. А вот Русь существовала до 1240-го. Потом ее орда уничтожила. Потом это уже была другая история других стран. Поэтому Москва в период, когда была Русь, просто не существовала. Просто к ней не имеет никакого отношения. От слова вообще. Никакого. Это так. Это как бы такой момент. Поэтому именно почему они думаете ломятся в Киеве? Я когда фашист Путин и сатанист начинал так называемую СВО, я сразу сказал, что ему плевать на тот Донбасс. Он его чхать на него хотел. Ему плевать на Чмобика, плевать на Одессу. Поверьте мне, плевать на все. Путину, Путину, вот в этом, так сказать, СВО нужно три вещи. Первая Киев, вторая Киев и третья тоже Киев. Все остальное ему наплевать. Потому что без Киева у него нет истории. Без Киева у него нет столицы. Вот так вот. Понимаете? Поэтому он пытается укра... Они уже воруют эту историю. Да, они выдумали никогда не существовавшее имя Россия. Пришпандюрили его в 1721 году к московитам. А Московия и татария и тартария это одно и то же. Это шметок рды. И понимаете, когда ты начинаешь по-большому воровать историю, ты вынужден, как говорится, тебе же нужно украсть и столицу. Потому что иначе вот этот вот факт воровства будет неполным. И так уже вот у нас все есть. Мы все захватили. Значит, мы, правда, финно-угры, но мы, как говорится, да, мы славяне. Вы меня поняли. Да, им нужен Киев. И вот Бог, который, наверное, все-таки есть, Он им просто показал вот этим ударом молнии прямо в точку, прямо в точку сатанизма туда, да, лусьнул и показал, какие вы славяне, какое вы отношение имеете к Руси и какой у вас замечательный храм вместе с РПЦ. Все будет Украина.